Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. А сегодня в программе мы говорим о кризисе среднего возраста. И эту программу, и эту тему, я бы сказала, раскрыть я пригласила Санникову Юлию, кандидата психологических наук и практикующего психолога. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Итак, само понимание кризиса. Что такое кризис, как мы определяем, что вот он, настал, и как нам его пережить? Но сначала, что же такое кризис? Ну, мне очень понравилось, когда я нашла буквально расшифровку, перевод этого слова. Это, во-первых, решение, которое принимает человек в связи со сложившимися обстоятельствами. А второй вариант – это суд. То есть человек оценивает и выносит фактически приговор. Сам себе. Ну, сам себе, да, прежде всего, да, так ли я, правильно ли я поступал, да, куда двигаться дальше. То есть так интересно. И ещё один вариант, мне он тоже очень близок, это фактически, ну, как бы, поворот. Поворот. Вот эта трактовка мне очень понятна, да, потому что если ты пребываешь в кризисе, то нужно куда-то повернуть. Да, 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 да. Отлично, отлично. И вариантов много, кстати. Вариантов много, это очень хорошо, да, вариативность, она вся в жизни. Юля, а вот, ну, понятно, возрастные кризисы, да, кризис, там, трёхлет, детские кризисы. И вот взрослый человек, прожив уже все те, там, трёхлетние, семилетние, подростковые кризисы, добирается до кризиса средних лет. Что это за кризис? Какая-то примерно возрастная рамка. Хорошо. Ну, я вначале хочу, наверное, сказать, что, в принципе, в кризисе, в любом, я так понимаю, что действуют следующие механизмы. Механизмы. По-старому уже невозможно, а по-новому ещё пока непонятно как, да. Вот. И если мы говорим о кризисах детства, то они, наверное, ну, как бы нам более понятны, потому что они в основном протекают во внешнем плане. Это в основном такие, какие-то видимые поведенческие изменения, да, это непослушание, конфликты, да. Вот. И в кризисе детском очень часто родители говорят, верните мне прежнего ребёнка, да. А кто же вернёт? Да. Всё. На новой ступеньке ваш ребёнок. Он уже поступательно, да, всё. И получается, что разрешение этого кризиса в основном связано именно с грамотной, мудрой позицией взрослого. А вот в кризисах взрослости механизм немножечко другой. Во-первых, это всё происходит во внутреннем плане, поэтому близкие могут даже не догадываться о том, что он в кризисе, да. И этот кризис тяжело может переживаться именно в эмоциональном плане, да. Достаточно часто возникают тревога, какие-то депрессивные даже, да, моменты. Это критическая оценка себя и своей жизни. В принципе, в любой кризис со взрослости что делает человек, да. Он, во-первых, конечно же, смотрит вперёд, да, составляет некие планы, намерения, цели. И, с другой стороны, он уже есть на что оглядываться назад, да. То есть туда ли я шёл, да, кто я, куда я, зачем я, да. То есть это те вопросы, которые возникают, ну, почти в любом из кризисов взрослости. И мы можем сказать, наверное, то, что тот человек, который внимателен к себе, к пониманию себя, да, своих желаний, своих устремлений, да. То есть тот, кто периодически, да, делает какие-то паузы, он в этом смысле, ну, одновременно занимается и профилактикой, и разрешением уже. То есть рефлексировать можно, да, в такие моменты? Да, даже нужно. Да, и есть такая точка зрения, вот если уже переходить к специфике кризиса 40 лет, что если правильно кризис юности был разрешён, да, он связан с тем, что он построил программу своей жизни, у него есть замысел глобальный жизненный. Если он сделан исходя из себя, да, вот на пересечении трёх вещей хочу, могу и надо, то, в общем, всё может. Отлично, вот сейчас я прямо слышу, как наши слушатели, да, говорят о том, что... Так, подробнее, пожалуйста, про предыдущий кризис, кризис юности, да? Да, да, да. Что там должно у нас было быть? А вот получается, что на стыке хочу, чёткое понимание вообще, чего я в жизни-то хочу, да. Вот именно я. Да, что я могу, мои интересы, да, мои планы, мои чаяния в отношении себя и своей жизни. Второй крупный такой блок – это что я могу, это вопрос о своих способностях, о характере, да. Вот, и третье, да, это как раз, а надо-то что, да, что востребовано социумом, обществом, жизненной ситуацией. И получается, что вот этот правильный, правильно скажем, жизненная программа, но в кавычках, да, адекватная самому себе и реальности, она простраивается именно в этом возрасте. И она как раз себя как бы везёт, да, если она правильно простраивается, как раз до кризиса средних лет. А даже, я так думаю, что вообще и дальше, да, то есть там могут быть в любом случае коррективы, поправка на реальность, да, потому что этот жизненный план, замысел, он идеальный. Да, но жизнь бывает иногда, да, вносит свои. Да, я бы даже, наверное, так сказала, что на протяжении всех остальных кризисов, особенно кризиса 40, да, человек, он становится таким реалистом, он здраво, и уже без очков, уже он как бы видит, воспринимает себя, свои возможности. И вот если говорить уже о специфике этого вот кризиса, то она, наверное, будет с чем связана? Если до этого было всё ещё, ещё впереди. Да, ещё впереди. Я ещё стану космонавтом. Да, да. Я ещё полечу в космос, да. То теперь вот как-то уже, уже, уже не космонавт, уже сделаны какие-то выборы, да, уже видятся какие-то собственные ограничения, вот, и природа этого кризиса кто-то вот, ну, многие, кстати, даже говорят о том, что связано с тем, что человек осознаёт, ну, вообще конечность собственной жизни, да. И об этом как раз начинаешь задумываться, да, ближе к 40. Да, то есть уже, может быть, осталось чуть меньше, чем я прошёл, да, как я сейчас, ну, грамотно, мудро хочу распорядиться тем временем, которое мне осталось, да, как вот, ну, не знаю, реализоваться в разных самых важных сферах. Вот давайте поговорим немного о мифах, о мифах и легендах, да, которые вот, например, я помню время, когда мне 35-летние женщины и мужчины казались такими мудрыми, да, и они метались, решали, сомневались. И я думала, ну, как в таком-то возрасте, там, в 40-то лет ещё можно о чём-то сомневаться. Теперь я в этом возрасте, я понимаю, что можно ещё во многом сомневаться, да, и ещё много чего можно желать, хотите делать. Мне вот откликаются сейчас слова, по-моему, Данте, да, эта фраза принадлежит. Я жизнь прошёл до середины и оказался в сумрачном лесу. То есть вот оно, да, то есть я двигался, я понимал направление своего движения, да, и вдруг, что же там в сумрачном лесу, да, я могу потеряться, да, я могу, в общем-то, искать какие-то новые ориентиры, да, вот, и могу, наверное, эффективно это время использовать, да. Могу, да, конечно. И поэтому вот мне очень нравится такой, как бы, взгляд на этот кризис среднего возраста, да, это точка расходящихся путей, да, и кто-то вот прям как там на волне, да, он может достигать каких-то высот и активно двигаться дальше, и эта категория людей, они совершенно не замечают о том, что какой кризис, никакого кризиса, мне некогда думать об этом, у меня всё хорошо, я, да, там, скажем, в нужном, в потоке, да, движусь, да, жизни. А есть другая категория людей, да, которые, причём вот вошли в этот кризис, да, и такое ощущение, что они уже теперь до старости не собирают из него выйти. Ну, мне кажется, что, да, всё чечёт и меняется, это всё равно временное состояние, но на самом деле очень часто в этот период возникает тревога, тревога за себя, за близких, даже в масштабах страны, а куда мир-то движется, катится, да, достаточно часто ощущается, может быть, переживание своей незначимости даже в каких-то моментах невозможности повлияет на ситуацию, да. Мне очень нравится, пишет об этом Ахмеров, три варианта переживания кризиса взрослости, я думаю, что мы можем наложить не только на кризис сорока, но вот и на другие. Первый вариант, и сразу же выходы, да, что делаете, да, кризис опустошённости, вот всё, да, всё отдал, всё, что мог, да, и тогда получается, что будет ресурсом, да, поиск, вот, а что меня наполняет, да, вот как в этом замечательном фильме, в книге, да, ешь, молись, люби, да, вот, да, выгорело, всё, вот здесь уже нечего. Да, пеплом всё уже покрылось, да, куда двигаться не знаю, да. Да, и тогда я пробую разные варианты, ем, молюсь. Ем, молюсь, люблю, да, и я понимаю, что все эти категории меня наполняют, да, радуют, и я начинаю двигаться дальше. Да, да, это тоже как бы, да, движение, да, то есть. Отлично, отлично. Второй вариант – это кризис опустошённости. А первый раз? Прошу прощения, бесперспективности. Бесперспективности, ага. То есть нет впереди каких-то привлекательных альтернатив. Целей, да? Да, и получается, что в этом случае, казалось бы, это очень успешный, состоятельный человек, который на вершине, на гребне славы своей, да, там, может быть, успеха, вот что-то как-то вот всё меньше хочется жить, любить, да. И даже, может быть, всё заладилось, да, вот такой феномен Мартина Идема, да, то есть и что, куда мы движемся дальше, да, и тогда получается задача, да, найти, увидеть, дать, может быть, возможность, дать время, вызреть этой какой-то привлекательной альтернативе, перспективе, да, потому что, ну, как минимум, да, если у нас нет выхода, то нам кажется, по крайней мере, да, выход там же, где и вход, да, то есть получается, что вернуться иногда в исходную точку. И, кстати, интересно, очень много примеров, когда человек вот как раз в возрасте, там, 40 кардинально меняет сферу самореализации, иногда семью, место жительства, то есть появляется какая-то вот потребность обнулиться, да, толкнуться заново, да, и вновь, ну, примеров, на самом деле, очень много. Это вот второй вариант. Ну, и третий, это как раз нереализованности, то есть когда были моменты откладывания, да, каких-то, да, может быть, всё потом, потом, а уже, а уже. А когда потом-то, да, всё, стоп, пора. Да, и тогда, может быть, где, как, каким образом я могу реализовать, и что у меня есть реализовать, и даже в этом смысле иногда мешает восприятию этого времени, этого возраста, ну, вот стереотипы, да, что вот всё чёрная дыра, всё уже там, что развиваться-то дальше, уже всё, в общем-то, устаканилось, да, всё понятно, да, и как бы чуть-чуть ещё в чём новизна. На самом деле мы видим, что даже иногда пожилой человек, и, например, у нас сейчас там по всей стране университеты третьего возраста, где прямо новые какие-то свои способности открывают, какие-то, да, ресурсы, возможности. Да, мало того, мы сейчас, да, обсуждали, например, с коллегами о том, что если проговаривают, что будет повышение пенсионного возраста, да, то нам с вами переживать кризис 40 лет, да, это вообще только начало жизни, да, получается. Потому что у тебя впереди ещё золотая тридцатка, которую ты должен работать никак, не меньше, да. Да, 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 то есть таким образом автоматически перспектива появляется какая-то, да. Итак, вот очень хорошая, прям, такая информация полезная и нужная, да. Вот как-то отличается поведение мужчины в кризисе среднего возраста от поведения женщины? Как вообще они переживают? Как мы переживаем? По-разному это или всё одинаково у нас? Ну, вот если говорить о женщинах, то у них больше возможности эмоционально это как-то выразить, поделиться, поскольку над ними не давлеют какие-то стереотипы, да, в плане того, какой она должна быть касательно поведения. Но, наверное, самое главное страх здесь, да, в общем-то, женщины в кризисе 40, это страх старения. И тогда многочисленные ухищрения, косметические процедуры и так далее. Ну, они будут на пользу. Да, на пользу. Битва, собственно, старость. Они вас наполняют. Да, да, это одновременно ресурс, но и одновременно страх каких-то изменений, вот мне кажется, вот здесь. А так, с точки зрения стратегии, да, например, если она там до 40 лет прям всё карьерой занималась, профессиональной самореализацией, то, может быть, сейчас как-то посмотреть в другую сторону, и мы знаем, ну, значительное количество женщин, которые, да, там, 40 решились и вот, да, там, не знаю, да, и пошли в материнство, да. Да, да, а вообще 40 лет, вот недаром же шутка ходит, да, такой интересный возраст, да, одна бабушка стала, а другая ушла в декрет, да? Да, 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 да. Сейчас можно всё, разрешите себе это главное, да? Да, и наоборот, да, то есть нередко, если женщина, да, уже к этому моменту, она мама, детки уже подросли, и она задумывается о том вообще, куда она в плане, да, самореализации, как специалист, да. Да, да, поэтому вот таким образом мы можем сказать, и в целом считается, что, ну, вот в кризисах женщина более устойчива за счёт того, что она эмоционально гибкая, она даёт себе возможность выразить это, и мне кажется, что… И она ещё более активна, вот в какой-то позиции, да, то есть я могу себе уже в 40 лет разрешить примерить разные роли, да, я даже могу быть, например, я к 40 годам могу иметь даже несколько профессий, да, и потом уже для себя выбирать, что это будет за профессии моей мечты. Да, 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 вот, и здесь вот такая даже статистика, например, там, суицидов среди мужчин и женщин, да, она очень разная, да, то есть на мужчину давлеет гораздо большее количество… вот стереотипов, образцов мужественности, как должно быть и как и не должно, и, с другой стороны, мужчина в основном реализуется во внешнем мире, в внешнем пространстве, и это даёт, может быть, меньше возможности отреагирования, да, этих переживаний, а я соответствую этому, да, этим там эталоном каким-то, да, и вот, на мой взгляд, именно с этим будет связано. Мужчина тяжелее. Я думаю, что да. Да. Хорошо, вот смотрите, ещё же к этому времени, ну, чаще всего, да, опять-таки происходит такое наложение возрастной и семейной, да, семейных кризисов, потому что к этому времени уже вроде бы семья есть, уже что-то устоялось там, да, и выросли дети. Как два-то кризиса пережить? Ну, да, то есть у нас получается, что, вот, если говорить о семье, семейном кризисе, да, это второй супружеский кризис, там, в диапазоне с 17 до 25, когда, в общем-то, партнёры, вообще, как уже прочитанная книга. Да, мне всё уже известно. Всё понятно. Мне набило это всё уже на такую минуту, да, и мне хочется что-то другого или по-новому. Да, и кроме того, вот, в общем, тоже мы говорим о том, что большая часть кризисов семейных связана с взрослением детей, и они уже, может быть, требуют меньше времени, внимания, меньше совместных каких-то здесь, да, временипрепровождений, да. И поэтому они вот вновь остаются друг с другом, да, самостоятельно решать эти задачи. Поэтому здесь, возможно, разные варианты, да, там, отчуждения какого-то даже, да, там, скажем, развода, да, до, наоборот, выхода на какие-то новые этапы, новые высоты, да. Да, вот, и получается, что здесь вот в зависимости от того, ребёнок в каком возрасте, да, накладывается, и в этом смысле он может переживаться более как-то остро, более ярко. И надо сказать, что вот диапазон наступления кризиса примерно с 37 до 43, кто-то до 45, кто-то говорит, вот, десятилетия роковой черты от 35 до 45, да. Вот, поэтому, конечно, время наступления зависит от многих ещё и других внешних обстоятельств, да, семейного кризиса и так далее. И вот я здесь хотела сказать, что вот в чём позитивное, скажем, значение этого кризиса, вообще любого, наверное, кризиса, что он прерывает монотонное существование человека, да, вот эту рутину привычную, он тормошит его, да, такую хорошую встряску дает, да, и заставляет как раз, да, отремонтировать то, что сломалось, заняться профилактикой. Конечно, потому что, как известно, рвётся там где тонко, да, и как раз вот этот кризис средних лет, ну и семейные кризисы, да, они показывают, где тонко. Где тонко там рвётся, причём интересна даже позиция авторов. Вот кто-то говорит, что примерно 80% людей его переживают и испытывают, и поэтому они говорят о том, что это самый серьёзный кризис в жизни взрослого человека. Они говорят о том, что это прям взрыв в середине жизни, да. Потому что мир, который ты построил, да, может просто разрушиться, да, в одночасье. Да, иногда может показаться, что ты жил просто в иллюзии, а мир-то вот он совсем другой, да. А с другой стороны есть вот эти 20%, в которых вообще всё хорошо, да, и получается, что кризис – это тогда время просто вот для нового взлёта, новых поворотов, дирожей. И новых открытий, да. Да, новых открытий. Вот если говорить о маркерах, можно, я думаю, что даже слушателям прямо вот на себя как-то переложить, да, то есть которая составляет этот кризис. Ну, во-первых, это беспокойство относительно будущего, да, тревога такая. Я не знаю, да, что происходит. Что будет, а как там будет, да. Это безрадостное проведение отдыха. Вот вроде бы всё, чтобы радоваться жизни. А я не чувствую, да, этой радости. Меньше радости. Это негативная переоценка собственных семейных отношений, да. То есть всё не нравится, да. Да, что-то вот супруге, да, в отношениях с детьми перестаёт устраивать, да. Какой-то, может быть, фатализм появляется, что всё так дальше и будет, и перспектива не очень, да. Это может быть также негативная оценка, например, там, текущей работы, карьеры, да. То есть чаще всего клиенты такие приходят, да, вот в работе что-то не всё так, как хочется, в семье вообще всё совсем не так, как хочется, да. И вот как раз вот эти маркеры собираешься, собираешься, да, батюшка, да вы же кризис средних лет. Ты держишь, да. А что такое бывает? И я только, говорит, о кризисе трёх лет слышала. Это интересно, да. И вот это уже сейчас ещё один такой момент важный. Когда человек предупреждён, он вооружён, он уже понимает, что это не только с ним происходит. Это вообще часть эволюции человека. Да, и тогда он, собственно говоря, какую оценку даёт своему состоянию. У меня всё хорошо, это просто надо пережить. Да, это надо пережить. Это как раз момент поворота, чтобы остальные года моей жизни были на более качественном уровне, да, во всех сферах. Да, да, да. И ещё одном, скажем, забыли маркере сказать, да, это поиск смыслов, да, какие-то духовные искания, да. То есть вот это такой серьёзный экзистенциальный кризис, когда вновь человек задаёт себе вопрос, а кто я, а куда я, а для чего я предназначен, а как грамотно распорядиться, да. Оставшимся временем, да. Да, да, да. Вот это вот то, что нужно сказать, именно его характеризует. Даже интересно, его иногда называют «бун сорокалетних», да, это вот. И мне очень понравилась точка зрения вот Карла Густава Юнга, да, он говорит о том, что в этом кризисе происходит встреча с собственным бессознательным, своей тенью, да. Когда ты принимаешь себя уже всё таким, какой ты есть, да, со всеми своими проявлениями, да. Да, да, то есть получается, что есть возможность, на самом деле, встретиться с самим собой, увидеть себя настоящего, да, и, соответственно, познать вот, да, потребности своей души. В этом смысле удивительным образом духовно преобразоваться и измениться, да. Да, я вообще за хороший кризис сорокалетнего возраста, чтобы действительно часть оставшейся жизни, да, была на совсем другом уровне. Отлично. Так вот, всё-таки это неизбежно? Ну, вообще, кризисы, любые возрастные кризисы, они, это норма, это нормально, да, то есть как мы не можем там, да, влиять на какие-то погодные моменты, да, за весной приходит лето и так далее, да, за летом осень. Но, с другой стороны, мы можем влиять, поскольку в кризисе взрослости только взрослый отвечает за разрешение него, никто другой, да. То есть нельзя переложить это на жену, на детей, да, в ответственности за этот кризис, да. Да, хотя, кстати, вот, мне кажется, очень часто такой соблазн возникает, да. Конечно, все же виноваты. Да, все же виноваты, да. Поэтому мы можем говорить, с одной стороны, о профилактике каких-то вот, да, что там, может, прям по голове стукнуло, да, а вот как-то более мягко, плавно, постепенно. И, с другой стороны, мы можем говорить о том, как, ну, грамотно разрешить его. Кстати, расскажите нам, пожалуйста, про свой проект, который вы делаете, да, вместе с институтом. Потому что именно там вы так мягко и грамотно учите кого-то. Да, 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 заниматься, да, повышением эффективности личной, повышением эффективности, да, вообще в семейной жизни, в детско-родительских отношениях. Ну, и поскольку у нас кризис возрастной часто сопутствует семейная кризиса, поскольку человек все равно находится внутри семьи, и семья – это тоже динамично изменяющаяся система. Вот, мы открываем, да, совместно с коллегами в Вятском государственном университете такой проект «Открытый родительский университет». Отлично. Цель его в целом – гармонизация отношений в семье, прежде всего в детско-родительских отношениях. Это цикл таких открытых публичных лекций, да, на которых, которые проходят в очень интересном интерактивном формате, лучшими специалистами, да, разного профиля. Вот, ближайшие наши встречи состоятся 19 апреля и 24-м, вот, в частности, ближайшие 19-го задает тему у нас доцент кафедры педагогики Никитина, тема – профилактика родительского выгорания. Отлично. Это как раз актуально для 40-летних, при кризисе 40 лет, когда у тебя и кризис, еще и выгорание. Да, еще и персонально выгорание, да, как родители. Тему, да, ребенку одно, яблоко себе два, да, то есть как восполнить свои ресурсы, а второй, ближайший, будет вот 24-го апреля, Александра Наталья Сергеевна задает, да, профессор кафедры педагогики, вот, как раз, как выстроить отношения с ребенком, как выстраивать так, чтобы тебя понимали, да. Есть такая замечательная книжка, как говорить, чтобы тебя слышали, как слушать, чтобы тебе говорили, да, вот как-то так. Отлично, обязательно придем на вашу. Да, и еще можно здесь, я добавлю, то есть если нет возможности, например, в таком формате уже лично присутствовать, они все будут записаны, да, как вебинары, да, и будут находиться. Вот, посмотри, да, в открытом доступе, я думаю, что это тоже интересно будет. Спасибо большое. Ну как, вы лично пережили уже кризис средних лет? Ну вот, интересно, я тоже сегодня шла, да, мне как раз вот 40, да, и поэтому, да, есть момент понимания более, может быть, такого, да, полного себя, своих возможностей, в том числе своих ограничений, и это дает возможность, ну вот я, кстати, даже вот сейчас сама слышу себя, и я говорю о возможностях, вот для меня кризис это какие-то новые возможности. Отлично, мне кажется, это как раз лучший вариант, да, который только может нас с вами ожидать. Мне очень понравилась метафора вообще, что кризис середины жизни сравним с девятым валом, который на нас обрушивается, ну, разной силы, да, он может быть, вот, и что сделать, чтобы он не сбил с ног, да, один может покрепче упереться и сделать вид, что вообще ничего не происходит, так как нам старался. Ну и я тут на этом же месте, да, где и стоял. Да, старается удержаться в том, что есть другой, он наоборот, например, там, допустим, решил, что бороться бесполезно, опустил руки, издался стихий, да, уже как бы, третий. И был по течению, да? Поднырнул, да, под волну, но есть ещё один путь, это использовать как раз мощь этой волны, оседлать ее и прямо очень интенсивно продвинуться вперёд. На гребне волны на этой. Да, прям вот быть на гребне волны. Отлично. Итак, выбирайте метафору, которая вам ближе, которая вам понятнее, ну и которая для вас действительно доступна. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о кризисе средних лет или, как это правильно называется, о сорокалетнем возрасте, да? Да, да, да. Хорошо, что-то ещё хотите добавить, да, Юля? Вот мне очень понравилось, я сегодня специально принесла стихотворение Евгения Евтушенко «Кризис середины жизни», вот буквально такая лирическая, очень понравилось. Сорокалетие — странная пора, когда ещё ты молод и не молод, и старики тебя понять не могут, и юность, чтоб понять, не так мудра. Сорокалетие — страшная пора, когда измотан с жизнью в поединке, и на ладони две-три золотинки, а вырытой пустой земли гора. Сорокалетие — дивная пора, когда иную открываю прелесть, умна почти как старость наша зрелость. Но эта зрелость вовсе не стара. Как приятно. Великолепно. Спасибо большое, Юля. Сегодня была Санникова Юлия, кандидат психологических наук, практикующий психолог, а мы говорили о кризисе сорока лет, или же ещё называют это кризис среднего возраста. Мы всем желаем вам крепкого здоровья, солнечного настроения и улыбок. До свидания. До свидания.